Надо всегда все свои желания сверять с источником знания. Если ты не сверяешь, значит ты не можешь гарантировать себе, что это желание правильное. Это невозможно гарантировать. Некоторые люди думают, что они могут свои желания определять с помощью ощущения в сердце. Это очень ошибочный путь, потому что в сердце у нас находится как разум, так и карма. То есть здесь есть и то, и другое. Поэтому некоторые люди по сердцу думают, что мне так кажется, что надо сделать, значит так надо сделать. Это безумие. Это никогда не прибудет к правильному результату. Поэтому надо быть очень осторожным из-за того, что нам захотелось сделать. Как раз в этом и заключается подвох нашей судьбы. Понимаете, видите как? Вы воспринимаете борьбу как негативное что-то, негативное явление. Вот сегодня, вчера вечером мы повторяли, я желаю всем счастья. У вас негативное что-то появилось, позитивное что-то появилось. А почему? Это была борьба. Я вот читаю лекцию, это борьба тоже. Но она не является неприятной, так? То есть для нас борьба означает давление. То есть мы пытаемся свое, то есть свою карму доказать другим людям. Называется борьба. Моя карма лучше чужой кармы. Это борьба. Вызывает всегда усугубление ситуации в жизни. Что такое деятельность разума или победа разума? В чем она заключается? Вот смотрите, мы кланяемся святому человеку. Получаем счастье в жизни. И это счастье распространяем вокруг себя. Допустим, мой муж бросил меня, допустим. Я не передаю ни борьбу, ни борьбу, ни счастье. Понимаете, я побеждаю его карму плохую с помощью этого счастья. Понимаете? То есть это не является борьбой. С точки зрения обычной, это является совсем другим способом воздействия на судьбу, на жизнь. Ничего общего с обычным пониманием борьбы это не имеет. Это имеет сладкий вкус деятельности. Не горький, напряженный, терпкий, а сладкий вкус. Вкус любви. Например, вы думаете, как мне рано вставать? Думаете, надо бороться с собой. Нет, надо просто изучать, зачем нужно правильно вставать. Вам надо нацелить свою судьбу. Если вы поймете, зачем вам нужно рано вставать, это в сердце знание придет к вам. Вы вдохновитесь теми людьми, которые рано встают. Вам вожжение здесь в сердце появится. И вы подумаете, я хочу, хочу рано вставать. Понимаете? И вы проснетесь рано и будете думать, я проспал или нет. Понимаете? Такой у вас будет совсем другой настрой в жизни. Он будет отличаться от того, что обычно бывает. Обычно мы что делаем? Смотрите, мы берем, у нас вредная привычка, допустим. Мы берем и начинаем с ней бороться. Так? А что нужно делать? Нужно получить достаточно опыта разума, опыта разума, для того, чтобы ее победить. Знаете, чем опыт ума и опыта разума, чем отличается от другого? Опыт ума, я что-то прочитал, что-то изучил. Это теоретическое знание. Может быть это правда, а может быть нет. Но опыт разума, он переходит через веру от одного человека к другому. Допустим, вы доверяете какому человеку? Он говорит, я бросил курить ву. Мне очень нравится. Вот сюда многие люди приходят на мои лекции, я читаю одно и то же, рассказываю одно и то же на лекции. Люди приходят и слушают каждый день много раз. Одни и те же лекции много раз слушают. И постепенно, глубже, глубже, глубже лекция в разум заходит. Потом... Я хочу так жить. Понимаете? То есть человек начинает чувствовать желание, жжение в сердце. Ему хочется быть верной женой, там, женщине хочется. Хочется рано вставать. Понимаете? То есть деятельность разума отличается тем, что разум, он на опыте людей. То есть истинное знание, это знание, которое связано с опытом, с жизнью, а не просто с написанным. Понимаете? Поэтому нужен наставник, которому ты безгранично веришь. Он тебе говорит, вот так объясняет все. И ты чувствуешь, что вот я хочу, мне нравится, вот так вот. Понимаете? И это означает, что знание перешло от одного человека к другому. Информация, наше время, люди не понимают разницу между умом и разумом. Поэтому думают, а я это все изучила, я это все прочитала. Ну и ничего не поменялось в моей жизни. Означает, что эта информация вошла в ум, в разум не вошла. Видите, есть деятельность разума. Она сладка по природе, потому что человек сначала понимает, зачем ему надо это делать. То есть так же ребенок допустим. Одни люди заставляют, учи, учи. И он говорит, а я не могу уже это учить. Другие создают среду, то есть все учатся дома. Ребенку надо учить, все учатся. Родители смотрят кино. Им хорошо, давай-нибудь работаем. Хорошо, они смотрят кино. Ребенок приходит. Я не хочу учиться. Иди учись. За медославным летом. Вот представьте, люди все спят, близкие спят. А то вам надо раньше всех встать. Знаете, как тяжело. Потому что все спят, среда расслабленная. Так родители, они обдыхают. Ребенок должен учиться. Ясно, что он не хочет учиться. Понимаете? Тонкие такие моменты. Поэтому как помочь ребенку? Все учатся в это время, когда он учит уроки. Ему легко учить уроки. Потому что мама что-то учит, папа что-то учит. Я тоже что-то учу. Понимаете? Ваш вопрос. Позвольте, пожалуйста. Как вы говорили, у детей карма до 13 лет. Крапа не работает? Нет, нет. Я не сказал, что она не работает. До 13 лет ребенок не может сам отрабатывать свою карму. Она идет в карму. Идет. Он может болеть в это время. Серьезная карма. У нас серьезная карма по здоровью. Да, да, карма работает. Отрабатывать придется вам. То есть это не мрабры, мы же не мрабры мрабры. Да, это ваши проблемы. Его карма ваша проблема. Он не может отрабатывать ее. После 13 лет карма начинает работать. Человек больше самостоятельно начинает иметь жизнь. И уже какая-то ничтожная, маленькая, способная самому что-то делать. Появляется. Она у мужчины до 25 лет созревает. Поэтому нежелательно мужчине до 25 лет жениться. Потому что он не имеет ответственности. У нее нет силы, трепет эмоций женских. Ее желание. А женщине где-то до 20 лет, до 22 лет. Сейчас из-за того, что люди не работают над собой, еще позже смещаются. Мужчине где-то в 30 надо чаще всего жениться. А женщине 26-27. Потому что люди не работают над собой. Они как бы большие, все выросло, а мозгов нет. Понимаете? Вот так вот. Что делать? Интуиция что такое? Интуиция это то, чему лучше не доверять. Это опасная вещь. Потому что интуиция только у зрелых людей может работать правильно. Допустим, мы сидели в машине сейчас. Была пробка большая. Я начал молиться. Сначала смотрю, я молитвой не пробиваю пробку. То есть, ну, не создается благоприятная ситуация на дороге. И я тогда начал молиться. Мне пешком идти или ждать? Молиться начали. И настроился на своего духовного учителя. И в сердце так появилось, идти пешком. Я пошел пешком. А машина так и осталась там. Она так и стояла. Если бы я сидел в ней, я бы не приехал сейчас сюда. Хотя бы в это время. Хотя бы вообще приехать. Шесть часов пораньше на час. Чтобы надо вопросы отвечать. И час, и час. Я не смог. Так судьба работает. Интуиция опасная вещь. Если человек молитвенно в настроении может жить, у него работает настоящая интуиция. Понимаете? Духовный учитель является воплощением нашей интуиции. Он является представителем сверхдуши. Или нашей интуиции. Сверхведы говорят, сверхдуша или голос истины в сердце, голос Бога в сердце. Как солнце для всех одно, так и светит всем. Так и интуиция, это как отражение Бога в сердце человека. Понимаете? То есть у каждого человека здесь есть сверхдуша. То есть эта интуиция отражается в его сердце, хотя Бог один. И когда интуиция может просто действовать как карма, как желание. Люди часто не различают между желанием и интуицией. Это разные вещи. Одно приводит к страданию, а другое к счастью. Допустим, мне надо купить квартиру срочно. Это желание чаще всего. Это не интуиция. Интуиция, она обычно спокойная. Она приходит совершенно, понимаете, божественная сила дает свободу выбора. Она говорит, ты можешь покупать квартиру, можешь не покупать. Но лучше купить сейчас. И у тебя спокойно на сердце. Допустим, настоящий человек пришел в жизнь, мужчина настоящий. Ну, он же, блин. Я как бы не такого мечтала. Ну, то есть она смотрит, мужчина пришел мне в жизнь. Но она мечтала совсем не такого. На другого мечтала. То есть, видите, желание, мечта, это желание. Мечта, это желание, это вредно, это опасная вещь. Мечты, мечты, где ваша сладость. Мечты ушли, осталась гадость. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что мечты это опасно, когда человек погружается. Особенно женщина, надо это знать. Вот. А интуиция совсем другая. Она нейтральная природа имеет. Она говорит, вот смотри, видишь, зря ты так сделал. Интуиция. Она, голос, совесть, интуиция, это одно и то же. Неправильная природа имеет. Обычно она работает у тех, кто имеет уже наставника. Потому что, если человек не хочет принимать наставника, значит, он не хочет также интуицию принимать. Это одно и то же. Понимаете, ему старший говорит, вот так он, и нет. Значит, интуиция у него не работает. Потому что, когда человек слышит голос старшего, он думает, о, точно, мне это не нравится, но это правда. Это означает как раз разные вещи. То есть, попытайтесь это понять. Опасно доверять своему желанию. Очень опасно. Ну ладно, у нас, в принципе, уже время подошло. Мы продолжаем нашу беседу о целях жизни. Мы с вами вчера говорили, что главная цель жизни есть, это постичь свою природу, духовную природу и жить для нее. Мы с вами повторяли, я желаю всем счастья, кланялись к наставнику, к какому-то святому. Вы все заметили, что в зале процарилась какая-то сильная атмосфера. Последние где-то половина, может быть, чуть меньше пожеланий счастья, вы заметили, что появилась сила в сердце. То есть, вы почувствовали, что я сильный человек, не слабый, что у меня есть возможность победить судьбу, какие-то трудности преодолеть. Вы заметили это или нет? Заметили. То есть, видите, сила появляется в результате повторения одного и того же. Мы чем занимаемся всю жизнь? Мы метаемся, смотрим телевизор, читаем много всего, деятельность ума. Метаемся, смотрим, изучаем все. Единность ума. Оказывается, успех в жизни, в человеку, сила приходит, благодаря тому, что он концентрируется на самом главном. То есть, он концентрируется на святом человеке и избавляется от желания жить для себя. То есть, думает о святом человеке, делает это для кого-то другого, не для себя. В результате что происходит? В сердце поигается сила. Видите, люди раньше большинство времени тратили в молитвах, в работе над собой. То есть, называется внутренняя жизнь. Сейчас, в результате того, что бизнес подчинил себе всю нашу жизнь. То есть, бизнес означает желание тех, кто хочет много денег от нас сыграть. Много нашего труда люди хотят некоторые. Они что делают? Они наше сознание выворачивают наружу, изнутри оно уходит наружу. То есть, много рекламы, много всяких там моментов, которые привлекают к себе внимание. Мы видим много мишуры, там реклама вокруг, на мобильниках, в интернет, везде что-то от нас хотят. То это, то то, то пятое, то десятое. И внутреннего сознания нет. А внутреннее, именно внутреннее сознание может победить судьбу. Карма накапливается плохая, ее надо решать. Как зубы глядными становятся, надо их чистить. Это внутренняя жизнь. Да, мы не можем с помощью телевизора почистить зубы, так? Мы как бы, нам надо самим это делать. Все идет, встает и чистить. Это деятельность внутренняя называется, понимаете? Очищение зубов. Также надо чистить карму сердце. Она же тоже воняет. Она воняет там. В результате люди рядом, близкие со мной рядом, не могут находиться уже. Женщины выражаются с тем, что эмоциональность начинает становиться чрезмерным. У мужчины это выражает чаще всего в том, что он нахлобучивается. Какой-то эмоцией нахлобучивается. И жена рядом его не может переносить. То есть она даже смотреть на него не может, потому что он нахлобучился. То есть у него воняет уже карма. Он не знает, что с этим делать, потому что вся жизнь направлена на внешние деятельности, на внешние. У женщины это в виде эмоций выражается. Он начинает себя эстерично вести, эмоционально как-то вести, мучить мужа таким образом. И он тоже, а-а-а, насколько можно. То есть это очень больно мужчине. Как люди ругаются друг с другом. Видите? Любовь прошла, завяли помидоры. Когда карма приходит, любовь заканчивается. Имеется влюбленность. Потому что любит, а так никакой не было в этом случае. Любовь никакой нет в любви. Если любовь есть, то он керпит карму только плохо. Не чувствует. Мне плохо, моему человеку плохо. Мне тоже от этого плохо. Но ничего страшного. Я буду молиться за него. Терпеть карму можно только в том случае. Сейчас не будем отвечать, надо прощить позже. Терпеть карму можно только в том случае, если ты живешь внутренней жизнью. Внутренняя жизнь, возможно, если есть внутренняя цель. Смотрите, вы скажете, а мне за то, что я молюсь Богу и думаю о Боге и своей духовной природе, деньги за это не захватят. Видите, опять это означает внешнее понимание вещей. То есть оказывается, деньги главные. Вот смотрите, сейчас я приведу такой пример. Возьмем, просто абстрагируемся от ситуации и просто возьмем два варианта. Первый вариант. Я очень хороший. Я умею прощать. Любил труд. Уже не деньги, а труд люблю. То есть я научился любить труд. Научился всех прощать. Прощать начальника за то, что он попугает. Ну то есть всех прощать как бы научился. Я всем отношусь хорошо. Я понимаю, что пока у меня не такой человек начальник остался. И мне надо на него работать все равно по-любому. Это моя судьба. Я заслужил такого. Я желаю ему счастья. Мне надо работать, я работаю. И все думают, ой, какой хороший человек, сладкий. Никому не приносит проблем. Все его любить начинают. Хоть мучают его, но любят. Это первый этап. Потому что потом они даже мучить не будут уже. Может, конечно, чуть-чуть будут. Но не сильно. Вот вчера, допустим, я когда уже все, там 11 часов вечера, закрывают зал. Люди поняли, что надо отходить уже. Они хотели на меня наброситься с консультациями. Но потом посмотрели и поняли. В Москве тоже я консультировал до пол первой ночи. Здесь закончилась лекция. Сидел. Сколько у меня было сил. Там позволяло место. Здесь выгоняют. Там позволяло место. И там у меня уже не было сил. Я сказал, все, я не могу. И одна женщина бежала со мной. Может, вас довезти? Но она еще хотела консультацию по дороге. Выжать немножко из меня сильно. Я говорю, да я живу вот в этой гостинице прямо. Она не повезла. Ну, одна как бы хотела так еще помучать меня. Но остальные все спокойно отошли. Понимаете? Так, она наступает постепенно. Итак, высшая цель жизни означает внутренняя жизнь. Всегда. Человек абстрагируется от ситуации. Он говорит, да, у меня не хватает денег, у меня не хватает красоты. Я не замужен, у меня все плохо внутри. Но я понял, как надо правильно жить. Или поняла. Надо начать внутреннюю жизнь. Несмотря на то, что у меня все плохо снаружи, я рано утром сажусь, начинаю желать всем счастья, начинаю молитву. И очищаю свою карму изнутри. Делаю ее внутри хорошей. А снаружи она станет автоматически хорошей. Потому что снаружи это результат того, что происходит внутри. Сначала мы теоретически предполагаем, что это так. Потому что опыта никакого нет в такой жизни. Но потом, когда человек начинает такую жизнь, он понимает, что это так на самом деле. У него приходит опыт потом жизни. Со временем. И так без высшей цели жизни означает молитва, постижение святости людей, постижение своей внутренней духовной природы. Без этого невозможно жить. Невозможно. Нормально, счастливо жить невозможно. Потому что иначе жизнь становится какой? Она зависит только от того, какая у меня карма сегодня хорошая или плохая. Когда хорошая карма, как люди живут? Они считают, что так и должно быть. Они пользуются хорошей кармой для того, чтобы развиваться? Нет. Они расхлабляются в хорошей карме. Не были мы ни на каком-то ике, нас здесь неплохо кормили. Помните, кот этот такой толстый такой, с маленькими ножками. Ему как бы говорят, а ты был на таинке? Не были мы, нас здесь неплохо кормили. То есть хорошая карма идет, и он никуда не уходит. У него все хорошо. О, ножки короткие, куза толстая. Вот. Хорошая карма. Но используют ее для того, чтобы не грабили его просто и все. Когда плохая карма, что происходит? Вообще, когда плохая карма, это означает, что как раз пришло время работать над собой. Но до этого надо уже внутреннюю жизнь организовать. Когда человек не организовал свою внутреннюю жизнь, плохая карма пришла, что с ним происходит? Он вообще ломается в жизни. Он начинает еще хуже себе делать, своим истериками, своим пониманием, еще хуже себя начинает делать. Понимаете, так человек, говорится в Шимах Бхагатин-Ведах, просто прожигает свою жизнь зря. Внутренней жизни нет, жизни нет. Вот все, что мы делаем внешне, это результат внутренней жизни. Если зубы там внутренне почистил, все, не будет ничего хорошего. Карма будет действовать, и все. И она будет мучить нас, хоть хорошая, хоть плохая. Все это является результатом. Все это приводит к проблемам. Хорошая карма расслабляет, плохая убивает. Все. Ничего хорошего нет в жизни. И мы верим только в хорошую карму. Мы думаем, нет, Аня Киначенко, когда у меня будет хорошая карма, я тогда стану хорошей. Ничего подобного. Просто расслабитесь, и все. Такой будет результат. Итак, высшая цель жизни, это самое главное. Надо это серьезно изучать, пытаться понять, что это такое. Есть главные цели, важные цели в жизни. Мы говорили, работа над собой. Для того, чтобы поддержание своего психического и физического здоровья. Главная цель в жизни. Очень важная цель. Надо изучать, как быть здоровым. Изучать это и применять жизнь. Кажется, надо соблюдать режим дня обязательно, для того, чтобы... Это, кстати, законы. Вот следующая цель. Жизненно важная. Изучение законов мироздания. У меня есть книжка, называется «Законы шливой жизни». Это законы мироздания, по сути. Почитайте, поизучайте его. Там написано, что в этом мире все так устроено, что солнце дает силу для деятельности человека. Оно не просто поднимается. Почему мы встаем рано утром? Хочется встать. А почему хочется? Потому что солнце поднимается. Оно дает силу для деятельности. Человек думает, я хочу поспать еще. А нельзя, потому что тянет веток. Косты начинают ломать. Уже не можешь лежать. Потому что солнце встает. Все. Раз, давай. Луна, когда поднимается, люди думают, а мы еще капалдели, у нас в ресторанах, у нас все хорошо, а надо спать уже иди. Потому что чем больше человек не спит вечером, тем больше у него напряжение скапливается. Луна дает отдых человеку, солнце дает активность. Называется режим дня. Это не то, что доктор говорит. Он такой тупой, в очках. Он говорит. Утром втовать, вечером спать, кушать, хвост крохота. Называется диета. Такой режим дня. Ну, такое, знаете, какие слова такие тупые. Зачем? Я хочу жить. Так вот, ветки говорят, настоящая жизнь начинается, когда человек понимает, как ему жить правильно. Законно соблюдать, невознание кушать надо больше всего в обед. Потому что солнце больше всего в это время ее переваривает пищу. И тебе не надо переваривать ее самому. Потому что, когда человек поел, допустим, рано утром наелся сильно, солнце еще не поднялось. Он уже так наелся, наелся. Солнца еще нет. Все лежит в желудке. Есть два вида огня, которые мы перевариваем. Или огонь солнца, или огонь ума. Если огня солнца нет, что происходит с нами? Вот эти... Все. То есть человек поел, и дальше он не может думать. Не может работать ничего, потому что огонь ума пошел на переваривание пищи. Два часа дня, два часа сутки он потерял из жизни все. На переваривание, а и то и больше. Я думаю, завтрак должен быть легкий. Видите, как печально слышать все это. Тем более, вечером ужин должен быть легкий. Потому что человек должен отдыхать ночью, а организм пытается брать огонь откуда-то для пищеварения. Огонь должен в отдых идти, в усвоение материалов, пищи. В отдых должен огонь пищеварения идти ночью. Клеточный огонь должен ночью работать. А все переваривается в жизни, потому что обозрались ночью, вечером. И ничего не переварится, все в токсины пойдет. Человек встает рано, у него в горло заложено, глаза слезают, вот так вот. Какое? Почему надо лично хочется идти сильнее, чем в токсину? Это называется страсть. Когда человек живет ради плодов, он хочет чего-то достичь. Он всегда хочет чего-то в будущем. Страсть означает деятельность в будущем. Он всего хочет чего-то. А почек накапливается, человек приходит домой, колбасит, ему надо как-то это успокоить свои нервы. И он начинает успокаивать с помощью еды это. Надо по-другому делать. Надо встать под душ, снять напряжение водой. Потом снять его приятные беседы с близким человеком. Слушать духовную музыку. Читать житие святых. То есть получить нектар в сердце. Вечером надо нектар. Общение с близкими. Прохладный душ. Легкая пища. Фрукты, допустим. Овощи потушевые. Такие немножко. Чуть-чуть поел вечером. Совсем чуть-чуть. Мертвый. И спокойный в душе. Мертвый не потеет, не смотрим вечером. Кобель на телевидении не смотрим. Санта-Бенедерду не смотрим. То есть смотрим духовные фильмы, если хотим, что-то посмотрят. Духовные. То есть чистые, возвышенные что-то. Вечер должен быть чистым. Теперь вопрос. А как узнать свое предназначение? Как быть счастливым в труде? Как приносить максимальную пользу людям? Означает мое предназначение. Несколько моментов, которые я хочу вам рассказать. С детства. С детства. Родители должны направить в одно русло человека. Четыре варианта есть всего. В каком русле человек проявляется бескорыстнее всего. Такой разум, центр разума, у него работает лучше всего. Понимаете? Почему мы людьми родились? Потому что один из центров разума у нас открылся на бескорыстие. Чем животные отличаются от людей? Сейчас вам расскажу. Веда объясняет. Есть пять форм жизни. Первая форма жизни. Самая неразумная. Это деревья. Веда описывает, что эгоизм настолько плотно закрывает существование живого существа, что оно не способно даже действовать. Оно просто там, где видит счастье, туда и тянется. Дерево тянется к солнцу, к воде. Корни растут в воде. То есть, понимаете, просто очень примитивная жизнь. То есть, оно называется жизнь во сне, в глубоком сне. То есть, дерево спит, оно не помнит себя. И поэтому, смотрите, как проявляет оно. Мы ветки отрезаем, дерево загибается от этого? Нет. Ну, дальше ему еще лучше. Оно как активизируется, как бы мы ветки обрезали, оно просыпается чуть-чуть и начинает расти пышнее. Поэтому дачники чем занимаются? Постоянно режут ветки, чтобы деревья лучше росли, лучше урожай будет. Согласны со мной или нет? Дальше поехали. Следующая категория. Животный мир, животная жизнь. Эгоизм уже не таким плотным кольцом покрывает живое существо. И поэтому у них жизнь сравнивается, как с солнцесновидениями. Первый сон, глубокий сон, не помнит себя живое существо. Животное себя помнит. Оно себя осознает, помнит себя. Но его жизнь идет как в бреду. Почему? Потому что оно не понимает, что есть бескорыстие, есть чувство долга. Оно живет исключительно в своих интересах, животное. У него нет никаких интересов, кроме своих. Животное надо всегда во всем заинтересовывать. Поэтому у беды говорят, что животное это живые существа, а не как дети. У них природа детей, а не как дети. То есть о них надо заботиться, защищать их. Потому что они очень сильно погружены в себя. У них аутизм. Знаете, болезнь аутизм? Значит, человек очень сильно погружен в себя. Вот животное точно так же, у них у всех аутизм. Они все погружены в себя очень сильно. Животное. Ни один центр аутизма не раскрыт. Дальше, третья форма жизни. Человек. Один центр аутизма раскрывается. Один из трех. Все. Это значит, что там будет просвет. Бескорыстие. Там возможно бескорыстие. И там счастье будет в человеческой жизни. Часть оказывается в служении. Бескорыстие. А не в том, что я там нагрёб. Через этот открытый центр разума. Итак. Смотрите. Интересный момент. Есть еще четвертый, оказывается, уровень развития. Четвертый уровень развития. Говорится уже, что это не просто человек. Это человек разумный. Что значит разумный? Это значит, что он контролирует себя полностью. Работает над собой. Побеждает свою судьбу. У него судьба идет вверх. Жизнь идет вверх. Он прогрессирует в жизни. Развивается как личность. Выше категория жизни. Сравнивается уже. Если говорится, что человек это имеет пробуждающееся сознание. То разумный человек уже пробудился. Он проснулся уже. У него уже сознание проснувшегося. Есть еще пятая категория. Это человек бодрый. Бодрое сознание имеет. Называется святой человек. Или духовный наставник. Понимаете? Высшее. Высшее развитие получил. Это живое существо. В этой жизни высшее развитие означает полное бескорыстие. Полное понимание, что есть Бог. Что я душа. Вечную природу умеет. Такого человека признаки. Он не боится смерти. Я как жил в Индии одно время. И жил в святом месте. И там лечил людей, которые приезжали оставлять тело. Как бы умирать. Люди, занимающиеся духовной практикой. Такой госпитал был. Люди приезжали. Вот они последние дни там. Я видел, как люди оставляют тело с улыбкой на лице. Это было чуждо для меня. Видите? Представьте, человек оставляет тело. И он оставляет тело. Он чувствует блаженство в присутствии Бога. И у него улыбка на лице. Благодать от него исходит в это время. Удивительно вообще. Удивительные вещи. Моему взору открылись. Высшее проявление человеческой жизни. Абсолютная бескорыстность. Абсолютная преданность Богу. Истинный и так далее. Абсолютное счастье. Такой человек очень счастлив в жизни. Несомненно. Итак, смотрите. С детства. У нас один из центров разума раскрыт. Ребенка. Как это проявляется? Допустим, ребенок. Смотрите. Он хочет помочь всем знаниям, советам. Говорит. Папа, надо маме объяснить. Она неправильно поступает. Объясни, пожалуйста. Помоги ей. Он хочет во всем разобраться, с этим всем помочь. Значит, он не ученый по природе. Дальше. Ребенок заступается. Допустим, мальчик заступается за обиженных, за девочку. Он так сражается за всех. Значит, он правитель по природе. Допустим, мальчик играется в машинке. Он подвозит бабушке дом строить. Значит, он бизнесмен по природе. Он заботится. Или человек, допустим, играет в конструктор. Допустим, он там интересно мастерит что-то. Значит, он по природе вот так вот такой. Есть тест такой, когда ребенок совсем маленький, только начал ползать, соображать. Если родители в правильном настроении находятся, то можно провести такой тест. Ну, не всегда срабатывать, но он может сработать. Кладется книга по энергии, куда тянется человек. Книга, молоток. Там, допустим, человек рабочий, допустим. Дальше. Пистолет там, или еще что-то там. Меньше там пистолет. И деньги. Куда-то ползет. Такая вот природа. Веды говорят, что человек, она целенаправленно, он как роза, понимаете? У него уже заранее у розы есть свой цвет. Вы, допустим, хотите вырастить красную розу, она белая. Роза будет счастливой, нет? Нет. Вы должны принять ту розу, которая растет у вас в саду, и дать ей возможность быть такой, какая она есть. Понимаете? В этом воспитание заключается у детей. В чем проблема воспитания? Главная проблема заключается в том, что мы привязываемся когда к тому, чтобы испытывать счастье от детей. Мы любим их целовать в пупу, не славдаться ими. Привязываемся к тому, чтобы испытывать счастье от детей. А это означает, буквально в смысле слова, что мы не будем думать о том, какой этот ребенок. Мы будем думать о том, каким я его хочу видеть. Вот в этом и заключается подвох. Это значит, что ты должен быть таким. Это значит, что он будет нереализованной личностью, несчастной личностью в жизни будет этот человек, к сожалению. Очень большая проблема. Родители хотят, чтобы дети были такими. Хотите, я вам это докажу? Смотрите. Очень просто. У каждого ребенка есть способности в одном направлении, в каком-то, а остальные все как бы забиты у него направления. Одно направление способностей, остальные забиты. Мы стремимся к наслаждению, к результату в отношении с тех миром. Это означает, допустим, ребенок учится в школе, у него получается физика. Что это значит? Надо про все забыть, и ребенок должен изучать физику. Общество поддержит нашу идею? Нет, конечно. Учителя будет, да почему наш предмет он не учит? Теперь смотрите, как большинство родителей делают. Физика получается, у тебя само собой получается физика. Этому тебе делать сейчас не надо. Тебе надо заниматься чем? Рисованием, потому что у тебя это не получается. А веды говорят, что если ребенка тыкать туда, где у него нет развития, он разочаровывается в развитии вообще. Одна мама ко мне подошла, говорит, у меня тупой ребенок, совершенно тупой вообще, ужасно просто тупой. Я говорю, а в чем его тупость заключается вообще? Объясните мне. Она говорит, учиться не хочет. Я говорю, а чем он занимается? Ну, понимаете, Олег Геннадьевич, он в сборной города по хоккею. Ничего себе тупой. Уже ребенок и уже в сборной города по хоккею. Это ребенок такой удивительный у нее. Это не взрослый человек, как бы уже развился так, что стал в сборной города по хоккею, а ребенок стал хоккей. Да кто тупой, ребенок или мать? Мать тупая. Почему? Потому что она хочет, чтобы он пятерки получал, а он развивается сам, куда ему надо развиваться. У меня родители не были тупые. У меня мать спокойно относилась к тому, что я делаю. А я делал такие вещи, вытворял, страшно просто даже вспомнить. Например, я бегал в одних плавках зимой в лес, в расстоянии 30 километров был, я там потом делал зарядку и бегал назад. Это было в девятом классе. Зима в Самаре, там, минус 20 градусов. Мать страдала. У меня начал голодать, там, йогой заниматься. Где-то в девятом классе все меня обогнали, выросли больше, чем я. Я решил, что он, где вырастет, тоже не достает роста. Я начал морковь есть. И пожелтело такое. У нас как раз была эпидемия желтухи в школе. Меня убезли, как бы матери сообщили, что желтухой заболел, в больницу ехал. Вот. А я йогой занимался по 3 часа в день. Я приехал туда, в эту больницу, и на голову сразу встал. У меня время йогой заниматься. Приходит к врач, смотрит. Больной на голове стоит. Чувствует, что за больной такой. Думает, что-то не то. Ну, как у него гепатит означает слабость. Как он может вообще болеть. И он меня, как бы, подержал в 3 дня, смотрит и побелел. Он подошел ко мне, говорит, что ты кушаешь вообще. Я начал перечислять морковь в основном. Говорю, кушаю. Все ясно. Ей домой. Вот. Мать ей все это переносила. Ничего, нормально. Все хорошо. Понимаете? То есть надо дать возможность ребенку развиваться в том направлении, в том безумном направлении, в котором он развивается. Это нормально. Сделать его интереснее. Но единственное условие. Он не должен развлекаться в этом направлении. Например, компьютерные игры. Это развитие или нет? Это злой дух какой-то, который хочет жить ребенком. Надо разрушать эту привязанность у детей. Это злой дух, понимаете? Компьютерные игры, интернет, когда ребенок смотрит там всякие картинки в интернете. Это страшно. Это не развивается он. Почему дети не развиваются? Почему дети любят смотреть мультфильмы, картинки, интернет? Потому что родителям не интересны дети. Им надо дать возможность как-то. Родители хотят отдыхать. Дома не работают над собой, отдыхают. Дети, значит, должны... Что-то их надо чем-то занять, чтобы они не мешали. Им дают мультфильмы. И они в результате, вместо того, чтобы работать над собой, дети должны помогать родителям дома. Чем они? Как развиваются разум детей? Они помогают родителям. Помогать в чем? Мама, допустим, готовит. Надо помогать маме готовить. Все. Режем овощи там. Помогаем маме готовить. Убираем квартиру. Папе помогаем. Учите там заниматься. Помните этот фильм? Мауди. Бобряка такие там. Рядом такие идут. Просто с папой. Папа тыкут, катет. Они тоже идут рядом. Папа такой. И дети такие. И они ничего не делают. Просто шли рядом. Они помогают уже. Ну, то есть, они как бы поддерживают. Понимаете? Вот так должны настроены дети быть дома. То есть, они должны расти в атмосфере, в которой родители находятся. Я помню, в Индии был один удивительный лектор, такой удивительный человек. Он когда читал лекцию, ребенок сидел рядом с ним. Тоже как будто читал лекцию. Он на всех смотрел вот так. Читал лекцию тоже вместе с ним. Готовился к этому. Ну, то есть, так надо развивать детей. Просто, чтобы они были рядом и служили родителям. Заботились о родителях. Так дети развиваются. Об учебе тоже. Забудьте про оценки вообще. Забудьте. Какие оценки получают? Сражайтесь с преподавателями. Не надо поощрять их желания, чтобы все эти крови были. Ребенок должен учиться там, где ему нравится. Вот чувствует развитие там. Пускай там развивается. Это нравится, пускай здесь. Закончил это нравится, значит, он развился в этом. Следующий начнет правиться. Идут циклы у детей сейчас. То рисовать любит, потом петь любит, потом еще что-то. Потом математику любит. Надо давать им возможность развиваться в тех направлениях, куда он развивается. Один лепесток раскрылся, потом другой лепесток, потом третий. Потом, потом раз, все, когда раскрылось, он стал целостным человеком. Понимаете? Теперь не раскрылся. Большинство людей не развились. Сейчас не знают, чем им заниматься. Что делать? Надо понять, что если ты не знаешь, чем заниматься, значит, этот центр ажума, который должен светить, он уже не светит. То есть он светит, но тусклее. Что делать? Веды говорят. Первое, что ты должен делать, очищать свое существование. Главная цель жизни такого человека, который не знает, чем ему заниматься, работать над собой. Но это не значит, что не работать. Это не значит, что не работать. Вторую цель, которую он должен поставить себе, я обязательно должен работать. Я не должен сидеть дома, это касается мужчины. Обязательно работать. Иначе вообще деградирует. Где работать? Где полезен? Вот смотрите, в чем два виды развития. Разум всегда развивается в труде. Главное развитие разума, это работа над собой. Человек очищает себя, чтобы понять, кем ему быть в жизни. Второе развитие разума заключается в том, что он трудится на пользу людей. И это значит, что он вообще становится просто человеком. Потому что человек на пользу людей не трудится, значит, деградирует. Он не может быть человеком. Некоторые говорят, я не нашел свое предназначение, поэтому я сижу дома. Я не нашел себе нужную работу. Все означает деградация. Все означает деградация. Надо обязательно работать мужчине. Обязательно. Ни в коем случае нельзя сидеть в доме. Ни в коем случае. Можете идти в монастырь. Это тоже нормально. Если вы не хотите ничего делать, считайте, что главное самосовершенствование. Пожалуйста, живите в монастыре. Вы не должны жить в семье. Если есть жена, есть дети, мужчин должен работать. Для женщины главное это семейная жизнь. Означает служение семье. Не то, что я семейная жизнь у меня. Все, я сижу дома, Леонид Иначе сказал. Ничего не делают. Нет, не факт. Семейная жизнь означает сильный, тяжелый труд. Женщина трудится для семьи. Если семье нужны деньги, она идет и работает так же для семьи. Она работает не для себя, а для семьи. Потому что семье нужны деньги. Если семья не может жить без денег, значит, она голодает. Семья. Муж не может заработать. Жена помогает мужу. Это жизнь для семьи называется. Но только в этом случае. Не то, что она больше мужчины зарабатывает. Уже забыла, что есть семья. Семья голодает, она работает. Но прежде всего все равно семья. Забота о семье для женщины. Давайте так, вот немного вопросов по болезни. Болезни, кстати, у меня есть врач, здесь со мной приехал, он на все ваши вопросы по здоровью ответил. Пожалуйста, встаньте и спросите меня под темой сегодняшней лекции, если у кого-то есть вопросы. Да, пожалуйста. Чем вы хотите заниматься? А чем надо заниматься? Не, я понимаю, что я все понял, я не такой тупой, как вы думаете. Вот, а чем надо заниматься вам сейчас? А? Нет, чем надо вам заниматься? Нет, чем вы хотите, чем надо. Нет, чем надо вам заниматься? Женщина, скажите, чем ей надо заниматься? Семьей. С семьей. С семьей, это означает родителями. Садитесь, садитесь. Смотрите, чем надо заниматься, прежде всего, родителями. Родители, допустим, чего-то от вас хотят. Значит, у них не хватает любви от вас. Должны их начать любить, учиться их любить, заботиться о них, слушаться их. Надо начать их любить. Это означает женская жизнь. Сначала семья. Когда женщина с семьей сделала, семья стала счастливой, все успокоились в семье. Когда люди успокаиваются в семье, они расслабляются психически. И женщине дают возможность сделать то, что она хочет. Например, жена хочет сходить в театр. А муж в театр не хочет идти. Что сделать так, чтобы пойти в театр? Надо поставить семью на первое место и приготовить ему вкусно, покушать, позаботиться, выслушать его, что он хочет в кино. Выслушать его. Потом сесть тихонько и сказать, пойдем в кино, хорошо, пойдем в кино. И поплакать чуть-чуть. Но так как она заботилась, любила его, все за него сделала, согласилась уже, что пойдем в кино. У нее есть свое желание. Она на втором месте, после желания семьи, мужа, на втором месте. Но у нее все равно есть свое желание. Женщина же не может без желания, правильно? Она плачет, потому что есть свое желание. Она спросит, что ты плачешь? Она говорит, дура, потому что. Хочу в кино, в театр и все тут. Не знаю, что с собой делать. Помоги мне, пожалуйста, решить эту проблему. Ну что мне с собой делать? Ну хочу в театр и все. Ответственность на него, она, видите, на женщину. Ответственность на мужчину она переносит. Не на себя, пойду в театр и все. Нет, она так не говорит. Она говорит, что мне делать, скажи. Думает, устал мужчиной. Мужчина означает ограничить свое желание. Пользу жены. Ну пойдем в театр, значит, ладно, что делать. Мужчине главное – это любовь. Получил любовь, сразу принципы на второе место у меня подвигаются. Так или нет, мужчины? Любовь от жены получил, принципы на второе место все. Ну хорошо, ничего страшного. Поедешь на ночь, а Легенадь уже спит. Мне вчера доложили, что некоторые значки с моим изображением вешают на холодильнике. Помогаю, контролируйте вам. Ладно, нам пора заканчивать уже. Значит, видите, как сложно оказывается. То есть, ваше желание чем-то заниматься. Если вы горите этим желанием, то значит, вы неправильно живете. У вас неправильная направленность с разумом. Видите, я только что об этом рассказал, и все равно такой же вопрос задают. Я полрекции об этом говорю. Все равно, а ваше неправильное направленность с разумом осталось. Хочу вот тем заниматься, хочу вот тем заниматься. Успокойте свой ум. Первое, чем вы должны заниматься. Вы должны развивать все женские качества. В семье непорядок, направьте туда своего. Нет согласия между родителями. Дайте, сделайте их счастливыми. А потом вы получите возможность заниматься чем вы хотите. Вот и все. Тяжело так жить, согласны? Вот. Всегда, когда правильно жить, сначала я, потом не так. Тяжело правильно жить, всегда тяжело. Это признак, что правильно жить. А вы думаете, легко. Сейчас Олег Инатьевич мне скажет, и все, все подтверждено. Пойду и скажу, гадам. А вот видите как, мне кажется, не так. Вы уже тысячу раз спрашивали. Давайте вы. А я хотела спросить, а что делать, если у меня муж, там, моряк, там, или расистый, почему? Как вы заниматься? Ты морячка, я моряк, а с души я на море, не встретимся никак. Так, значит, судьба такая. Ну, как заниматься семьей? Заниматься семьей? Сознанием, сердце своем. Как мы живем, как вы думаете? Вот люди, мы все моряки на самом деле. Вот люди встречаются в семье, вот люди в день общаются в среднем 15 минут друг с другом. Все, вы все моряки. В этом плане вы все моряки. 15 минут в день. Кто больше может пообщаться с близким человек, поднимите руки в день. Ну, смотрите, смотрите в зала. 20 человек, 800 человек сидит, 20 человек поднялся. Остальное 15 минут в день. Вот вы все моряки, значит. Я вам сейчас объясню, смотрите. Вы в сердце своем начинаете любить близкого человека. И в этом цель человеческой жизни заключается. Думаете, о святом человеке, молитесь за него. И вы будете с ним рядом находиться постоянно. Вот сейчас начните молиться святому и мысленно отдавайтесь своему мужу. Начните сейчас это делать. Начинать или... Вы почувствовали, что муж в сердце сейчас находится? Как бы рядом с вами почувствовали? Почувствовали. Удивительно, да? А знаете, почему вы не хотите этим заниматься? Из-за скупости сердца. И вот эта скупость, она вам не дает возможность понять, что вы не одинокая женщина. У вас есть муж. Скупость не дает это делать, понимаете? Вот я заботюсь о своей жене, когда я на расстоянии таким образом. И она не чувствует себя одинокая. Она чувствует заботу, защиту. Так же муж, муж, жена. Может, она уже заботится тоже. Мы живем в сердце, понимаете? Когда человек близкий уходит из жизни, с ним тоже нет разлуки. Человек, когда всю жизнь жил в сердце рядом с ним, он ушел, в тонком теле же он остался, он никуда не надеялся. Опять связь остается, разлуки нет, горя нет, значит, в этом случае цель жизни выполнена. И человек уходит от нас, он говорит, ой, я не смогла жить для тебя, прости, пожалуйста. Почему? Потому что не так жила. Если человек в сердце заботился всегда о своем человеке, он и будет заботиться, когда тот уйдет. Значает правильная жизнь, внутренняя жизнь. Видите, не хватает не то, что он моряк, не моряк, это ваша судьба. Но внутренняя жизнь есть, значит, он рядом. Потом у нас есть мобильные телефоны там, так ведь или нет, интернет. Можно встречаться, говорить, общаться с близким человеком. Жила должна быть инициатором, он должна звонить мужу, общаться с ним близко по телефону. Это все. Понятная система? Как семью заниматься? Все отца заниматься? Надо заниматься семьей больше, потому что он же моряк. Больше надо заниматься, значит, семью, а не меньше. Следующий вопрос, да, Паша? Ну, с помощью кризиса в рабочей и величиной жизни я зашел в депрессию, а патрии. И с помощью ваших кризиса, в общем-то, в том числе. Ну, значит, я сижу слишком низко, получается. У меня отлишься. Ну, дальше. Причем, потому что работа на саду, в общем-то, это достаточно правильное решение. Так. В этой ситуации мы подробно. Так, это не второй пункт, это первый пункт. О, видите, как хорошо. Спасибо за вопрос, спасибо за вопрос. Вот этот человек говорит, у меня был кризис, я не смог жить нормально. Сейчас есть. Сейчас есть. Работы нет. Я начал работать над собой. Тогда что делать с работой? Работа на первом месте. Работать над собой, это то пространство, где я себя... Хорошо чувствую. Да, пути в росте на саду. Вот, это пространство надо занимать утром, а днем надо работать. Понимаете, мужчина работает над собой во время работы. Если он не работает, он не грабирует. Если он не работает, значит, он не может нормально работать над собой, потому что он становится эгоистом, понимаете? Ну, ладно, долгая тема. Видите, тоже самый вопрос, как девушка, так и вы не поняли все-таки лекцию немножко. Ну, ладно, у нас осталось совсем мало времени. Оно желает всем счастья, потому что от нас выгонят из зала. Девять часов, десять часов. Сели прямо. Видите, как сложно. Карма не мешает понять, как надо. Поэтому мы должны ее побеждать с помощью внутренней жизни. Сейчас мы будем тренироваться внутренней жизнью. Потом я вам даю задание. Вот мы здесь все как одна семья. У вас будет задание. Вот когда мы будем выходить отсюда, у вас задание такое. Мужчина должна познакомиться с одним мужчиной, мужчина, а женщина должна познакомиться с одной женщиной. Понимаете, вы должны учиться отношениям. Люди одинаковых взглядов собрались. Те, которые хотят развиваться, понимаете? И вот сейчас официально объявляю закон, который вы имеете право это делать. Подходите к человеку. Видите, похоже на меня человек такой. Мужчина к мужчине, женщина к женщине. Не наоборот. Вот. А если вы хотите мужа или жену, сеноки, у нас на сайте есть знакомство. Пожалуйста, заходите туда. Там на сайте мой заходят только люди, которые работают над собой. Пожалуйста, познакомьтесь друг с другом. Встречайтесь, потом создавайте семью. Нет проблем. Вот такое домашнее задание. Понятно, да? Сейчас выходите и с одним человеком надо познакомиться. Потом я спрошу всех. Знакомились с семьей. Потому что надо учиться общаться. Мы в замкнутом пространстве живем. Человеку для развития не хватает общения, правильно? Понимаете? Настрой такой. Вспоминаем изображение святого человека. Кланяем сильным. Пытаемся служить ему. И думаем о том, что я хочу жить для себя. Для тебя, а не для себя. Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу жить так, как ты жил. Я хочу твою миссию выполнять в своей жизни, а не свою. Так мы отвлекаемся от кармы. И когда мы так настроены, от себя отрываемся. И к нему, как бы для тебя хочу жить. Хочу, чтобы твоя благодать пошла через меня. Да? То есть вы можете кланять своему другу даже. Но лучше кланять святому человеку. Наставником даже друг может быть. Не обязательно там какой-то выдающийся человек. Но лучше найти святого. Для того, чтобы сердце было спокойнее. Не надо здесь никаких, ну, как бы, вот этих выяснений. Своей духовной традиции, вашей духовной традиции. Не какой-то другой, а вашей, вашей духовной традиции. Надо найти святого человека, кланяться ему и читать свою молитву в сердце дома. А здесь мы повторяем, я желаю всем счастья, все вместе. И вспомнить также человека, который нуждается в заботе. Он может сильно болен, или у него тяжелая жизнь. Не я, а кто-то другой. И святость этого человека мысленно ему отдавать. Ну, то есть, я желаю всем счастья, повторяю, кланяться святому человеку. И думать о нем. Но иметь в виду, что это не для меня, а для того человека. Все. Не думать об этом, просто иметь в виду. Такой настрой. Очень медленная спокойствие, не торопимся, не торопимся, повторяю. Я желаю всем счастья. 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 Субтитры создавал DimaTorzok